Доброе утро! Нам, женщинам, как и мужчинам, в жизни всегда чего-нибудь не хватает для полного счастья. Но особенно хочется праздника тогда, когда на душе кошки скребут, когда мир не радует и даже сама природа, кажется, тоже против нас. То мороз, то вдруг оттепель. Но вообще, я думаю, что праздника в жизни должно быть достаточно для того, чтобы пусть и не на все 100%, а чувствовать себя счастливо при любых, даже самых скверных обстоятельствах. Повод есть, а дело за малым. Как из губки сделать кумира? Комикс теперь на большом экране. Любовь и прочие обязательства. Бизнес по правилам и без. Добиться успеха, не потеряв себя. Работа, которая делает нас счастливее. Сэкономить на путешествии. Способ есть. Наши подарки нас выдают. Выбираем правильно. Когда мы влюбляемся, мы творим что-то несусветное. Но, во всяком случае, вполне способны на это. Хочется праздника. И еще раз праздника. Правда, в году он такой один. 14 февраля. День всех влюбленных. День, когда принято быть щедрым. Мы спросили пермяков, а как они относятся к этому празднику. И вот, что люди говорят. Партнер проекта – медицинский центр «Медиана». Конечно, хорошо. Любовь надо отмечать. Нет, это же не наш праздник. В России нет такого праздника День святого Валентина. Конечно, романтичный день, но не буду отмечать. Молодой человек далеко. С любимым человеком буду этот день отмечать, но не знаю даже. Хороший повод в время вместе провести. Я считаю, что День святого Валентина можно отмечать каждый день со своим любимым молодым человеком. Но, скорее всего, мы будем отмечать его. Но у нас скоро будет свадьба, так что это наш праздник. К сожалению, я не смогу отмечать День святого Валентина, потому что у меня девушка очень далеко от меня. Но если бы она была в Перми, то я бы обязательно приготовил какой-нибудь романтический ужин. Зачем мы дарим подарки? Чтобы доставить радость другим, ну и себе лично. Только вот к заветной дате мы обычно подходим смертельно усталыми. Где найти силы и вдохновение, сейчас расскажем. Один из признанных символов Пермского геологического периода и уже признанный символ Пермского края гинка-двулопастник, который в ближайшем будущем будет высажен на Аллее России в Крыму, еще и символ романтичный. В 1815 году Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт, писатель, романтик, отправил письмо своей возлюбленной. Помимо, собственно, листа со стихотворением, посвященной Мариане, в конверте находился листок гинка. Говорят, ничто в природе так не напоминает сердце. Благодаря глубокому рассечению он имеет две верхушки и одно основание. Вообще, эта история не лишена практического смысла. По данным ВЦИОМ, 48% респондентов говорят, мы влюблены прямо сейчас. А значит, им еще только предстоит решить, как порадовать свою вторую половину 14 февраля. День всех влюбленных. Для того, чтобы последовать примеру Гёте, нужно пробраться в ботанический сад классического университета. Ну или отправиться в Крым, где, по мнению ботаников, гинка в естественной среде будет чувствовать себя очень комфортно. Но, несмотря на суровый климат, в Перми традиции Валентиного дня укоренились достаточно прочно. По статистике, почти 70% молодых людей в возрасте до 25 лет отмечают День всех влюбленных. Юлия и Даниил студенты 5 курса Государственного университета, а с 23 января еще и молодая семья. Впрочем, говорят, чувство влюбленности должно присутствовать в отношениях и после заключения брака. Поскольку это праздник именно влюбленных, хотелось получить что-то именно вот с этим, с романтическим подтекстом. То есть, что дарила я? Это были какие-то, может быть, фотографии, или что-то вкусное, что приготовлено мной. Но именно это было или в форме сердца, или что-то было написано о любви. Пожалуй, я дарил классические подарки, типа цветов. Ну а что, если не красная роза – главный символ 14 февраля? Согласно античной легенде, Афродита, торопясь к своему любимому Адонису, наступила на куст белых роз, и ее божественная кровь обогрила их в красный цвет. В США в прошлом году в этот день покупали 24 тысячи роз в минуту. Вот и в самом известном магазине подарков с историей в Перми к 14 февраля готовятся заранее. Дегут мужчины, хотят порадовать цветами особенно. То есть, если какими-то презентами кто-то старается заранее приобрести, а именно перед 14 февраля, да, за цветами. И мы, соответственно, делаем заказы, запасы цветов, чтобы нам хватило всех порадовать. Немножечко разный выбор делают в качестве подарков мужчины и женщины. То есть мужчины, они больше, конечно же, покупают цветы, цветочные композиции и, может быть, какие-то милые сувенирчики. А девушки, они стараются, наверное, создать романтическую обстановку. То есть они приобретают свечи или тоже атрибутику 14 февраля. И дома уже устраивают праздник. Упаковка отличается от того, во что упаковывали раньше. На сегодняшний день самые требовательные клиенты, они просят крафт-бумагу, шнуры, кружево. А вообще, в день всех влюбленных кто во что гораст. То драгоценности в цветочную композицию попросит вплести, то оформить в корзинке пару милых пушистых щеночков, рассказывает Любовь Суботина. Если вы еще не очень хорошо знаете человека, подарите что-нибудь памятное. Шкатулку, например. Но строго без какого бы то ни было практического подтекста. Праздник-то про любовь. Все хотят сделать какой-то необычный подарок, приятный. И чтобы он обязательно символизировал любовь, влюбленность. То есть он отличается от 23-го, это 8-го марта. Тут более милые подарки, нежные. А вот в Словении 14 февраля считается днем возобновления после зимы работы в полях. Но разве что это мешает славянским влюбленным радовать друг друга приятными сюрпризами? Ведь подарок подаркам, а чувства бесценны. Но и о них нужно уметь правильно сказать. Станислав Уланов, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Любовь, безусловно, чувство прекрасное. Но первым делом самолеты. А в нашем случае экономика. Какой винтик подкрутить и какую шестеренку заменить, чтобы весь механизм работал эффективнее? Лучше всего знают на местах. Именно поэтому главы муниципалитетов, действуя по поручению губернатора Виктора Басаргина, вводят ряд мер по повышению эффективности экономики. Сегодня они собрались все вместе, чтобы обменяться мнениями и поделиться наработанным опытом. Еще в декабре прошлого года глава региона рекомендовал создать на местах рабочие группы. Многие муниципалитеты оперативно отреагировали и в кратчайшие сроки провели мониторинг и уже разработали локальный план действий. Проведено первое заседание. Поставлена задача сформировать в кратчайшие сроки до 15 числа представить на утверждение в администрацию губернатора план действий на текущий год. Значит, понимаем, что ситуация непростая. Идет мониторинг сегодня, но мы уже начали это давно, не только потому, что его надо. Мы ощущали эту ситуацию, потому что мы понимаем, что происходит на территории. Сейчас самое главное – не допустить отрицательной динамики в дальнейшем. К примеру, в Кунгурском районе предлагают экономить на чиновниках и сократить госаппарат на 5%. В дальнейшем будем вместе с вами дорабатывать. И мы уже неоднократно говорили, что план – это не зафиксированные мероприятия. То есть мы постоянно будем вносить какие-то изменения. Все будет зависеть от того, как он будет реализовываться. Поэтому будем ждать и от вас каких-то пожеланий. Будем вместе обсуждать членами законодательного собрания. Инициативы муниципалитетов должны дополнить друг друга и стать единым планом действия для всего региона. Это позволит не только стабилизировать экономику края, но и изменить ее вектор на положительный. Ритя Збарауско с Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». На протяжении значительной части нашей истории, до собственно с тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из рая и обречены добывать хлеб насущный в поте лица, труд воспринимался в лучшем случае как неизбежная повинность. Сегодня большинство людей на планете радуются, если им просто удается найти работу. Что с вакансиями в Пермском крае? Мы узнали. Делимся. Профессионалы нужны всегда, причем во всех сферах. Главное – выбрать правильный путь, профессию, которая действительно станет твоей. В этом призвана помочь выставка образования и карьера. С 12 по 15 февраля она работает в стенах Пермской ярмарки. На одной площадке десятки учебных заведений и крупных предприятий. Пермяки уже успели оценить масштабы предложений. Когда-то сам участвовал, сейчас прихожу, смотрю, какие новые тенденции, куда идет молодежь, чем занимается, отношения положителей. Я считаю, что они полезные, потому что десятиклассники и одиннадцатиклассники приходят сюда, здесь рассказывают про профессии разные, и можно уже построить свое будущее, куда пойдешь и что будешь ждать. Презентация учебных заведений – не единственная задача выставки. Для посетителей есть масса интересных новинок, проектов и мастер-классов, в их числе ярмарка вакансий, краевой чемпионат рабочих профессий. В выставке принимают участие крупнейшие предприятия Перми и рекрутинговые агентства, которые предоставят информацию о возможностях трудоустройства и имеющихся вакансиях. По поручению губернатора Виктора Басаргина разрабатывается план первоочередных мер по сохранению устойчивости развития экономики и социальной сферы края. Глава региона провел ряд встреч с экспертами и поставил задачу провести во всех муниципалитетах ярмарки вакансий и активизировать работу по информированию о возможности переподготовки. Задача службы занятости – как можно большее число соискателей работы познакомить с государственными услугами, которые служба может сегодня оказать. На нашем стенде представлены сотни и сотни вакансий по различным специальностям и профессиям. А те молодые, прежде всего люди, которые не определились с выбором профессии, на нашем стенде могут пройти профессиональное ориентирование. Традиционно на выставке пройдут конференции, тематические семинары, круглые столы, деловые переговоры. В рамках проекта состоится четвертый образовательный форум. В этом году его участники затронут тему развития дуального обучения в регионе, вопросы поддержки молодых ученых. Оксана Иваева, Денис Пальчиков, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». От работы, как известно, хочется получать и моральное, и материальное удовлетворение. Это возможно, если в свое время сделать правильный выбор. А на Пермской ярмарке с выбором, как мы уже убедились, все хорошо. Евгений – ведущий инженер в Пермском филиале Волжской ТГК. Сегодня он убежден, что, сделав свой выбор в пользу этой компании, он принял правильное решение. Я работаю здесь уже 5 лет на новом оборудовании, блок ПГУ. Это передовая технология во всем мире, и она реализована у нас на станции. Мне это очень нравится, и я продолжаю здесь развиваться и расти. Пермский филиал ОАО «Волжская ТГК» – крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Прикамье. Приглашает молодых специалистов познакомиться со спецификой профессии энергетика. В эти дни на Пермской ярмарке можно узнать перечень вакансий, получить консультацию и заполнить анкету соискателя. Уже несколько лет подряд энергетики принимают участие в выставках образования и карьера. По их итогам в компанию приходят молодые специалисты, которые получают перспективы профессионального роста и достойные условия труда. Мы готовы предоставить молодым специалистам ряд вакансий, начиная от рабочих профессий, как машинист-обходчик котельного турбинного оборудования, так же инженерных специальностей. У нас существует социальный пакет, который включает в себя медицинское обслуживание. Есть программы, направленные на развитие работника, на его профессиональные качества, за достойной заработной платой. У нас люди обучаются в городе Самара, город Санкт-Петербург, Москва. Сегодня пермский филиал Волжской ТГК – это 11 электростанций, объекты теплосетевой инфраструктуры в крупнейших городах региона. Компания динамично развивается. Запущены новые энергоблоки на пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9. Перспективы энергетики высоки, ведь тепло и свет нужны всем. Станислав Уланов, Денис Пальчиков, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Есть мнение, что для того, чтобы вытянуть малый бизнес на инновационную дорогу, прежде всего нужна заинтересованность крупного бизнеса в инновациях. Малое предприятие, разработавшее, к примеру, сверхсовременную систему связи, как правило, не сможет самостоятельно внедрить ее в производство. Это по силам только гигантам. Какой еще помощи ждут малые предприятия, по заданию редакции узнал Сергей Штерн и понял, что тема эта безгранична. В 2014 году многие малые бизнесмены сворачивали деятельность и пытались продать бизнес, свидетельствуют данные общественной организации предпринимателей «Опора России». В 2014 году открылось 417,5 тысяч юрлиц, а закрылось почти 484 тысячи. Тенденция характерна для всей России. Активнее всего продавали предприятия общепита, сфера услуг и торговли. Связано это с повышением курса доллара, увеличением аренды и снижением активности покупателей. На фоне проблем малого и среднего бизнеса рецепт выживания крупного в кризис выглядит достаточно прозаично. Вот он. В кризисах, слава богу, у нас государство строителям помогает. То есть в предыдущем мы видели, это были закупки в интересах Министерства обороны и расселения ветхоаварийного жилья. Сейчас это уже заявленное субсидирование ставки ипотечного кредитования. И то, что она будет удержана на 13% ставка по ипотечному кредитованию, это очень большое подспорье со стороны государства. Я считаю, и для граждан, в первую очередь, и для строителей. И следующий момент, это как раз вот те госконтракты. Но оставим крупные корпорации в стороне. Малый бизнес, в отличие от последних, должен постоянно доказывать свою живучесть. А при наличии эффективных антикризисных мер со стороны государства, может эффективно работать, создавая товары и выстраивая новые рынки сбыта. Так, например, было в разгар кризиса 2009 года. Тогда официальная безработица увеличилась на 1 миллион человек, но малые предприятия практически не увольняли людей. Что касается сегодняшней ситуации, то в числе наиболее пострадавших оказались ресторанный и туристический бизнесы. Спрос растет только на интернет-магазины и сегменты с минимальными издержками. Ну, туристическая отрасль она в глубоком упадке. И я думаю, что если примут закон, который кабинет министров Медведева вынес на рассмотрение в Госдуму, ну, скорее всего, к середине лета турбизнеса не будет. Понятно, что внешних факторов нам прилетает сейчас очень много, хватает. А изнутри-то зачем мешать? Вы дайте тогда какие-то, вот все говорили, что будут налоговые каникулы, когда это будет для кого-то, вот это непонятно. Хочется надеяться на лучшее, но, судя по нынешней ситуации, первая половина года будет очень тяжелая. Сегодня среди основных мер поддержки малого бизнеса сами предприниматели называют адекватную налоговую политику. Сокращение проверок, обеспечение выплат по госконтрактам, отказ от обязательной ликвидации розничной торговли в некапитальных строениях, но есть и личная просьба к государству не мешать работать. Да, существуют какие-то субсидии для малого предпринимательства, но, честно говоря, прочитав список хотя бы даже документации, начиная с бизнес-плана, на который это большая трата времени, это нужно положить на него не 5 минут, не 10 минут, и который, в принципе, потом будет не нужен, потому что в свете реалий любой бизнес-план через месяц-два можно выкидывать. Вот у нас, по крайней мере, на сегодняшний день, мне кажется, основное такое желание, чтобы просто не мешали. Предприниматели сегодня главные потребители новостей, следят за каждым новым заявлением исполнительной власти. И, как стало известно, на днях государственные чиновники обещают учесть предложение бизнеса по стабилизации ситуации в экономике. Сергей Штерн, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Многие составляют свое новостное меню по рекомендациям друзей и знакомых, а я ориентируюсь на пресс-парад. Коротко и все по делу. Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». В Березняках может образоваться новый провал, пишет коммерсант. В районе домов номер 28 и 33 по улице Котовского образовался тектонический прогиб диаметром около 30 метров и глубиной 5 метров. Динамика нарастания оседаний в его эпицентре не исключает вероятность обрушения земной поверхности. Ученые рекомендовали полностью ограничить доступ людей в указанную зону, сообщается на официальном сайте администрации Березняков, пишет автор статьи Дмитрий Никитин. Пермяки стали меньше платить за коммунальные услуги, сообщает бизнес-класс. В последние месяцы произошло снижение коммунальных платежей со стороны населения примерно на 3-6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом ситуация по городу не одинаковая. Она различается в зависимости от района, от типа жилого фонда. В связи с негативными изменениями экономической ситуации количество неплательщиков по прогнозам будет расти. В снижении платежей сыграла свою роль и новая система оплаты за тепло. Сейчас оплата за тепло в домах, где нет приборов учета, происходит только в отопительный период. По этой причине в зимние месяцы произошло значительное увеличение сумм в питанцах. В итоге это и привело к тому, что некоторые люди просто перестали платить. Моторы для России. Самолет-ретранслятор с пермскими двигателями ПС-90А совершил перелет из Казани в Москву, пополнив парк специального летного отряда «Россия». Перевозки высших лиц государства и обеспечения их деятельности осуществляет уже 21 лайнер с пермскими двигателями, сообщает звезда. Командование специальной авиационной базы во Внуково, где сосредоточен президентский парк, отмечает, что пермские конструкторы идут в ногу со временем, постоянно совершенствуя и повышая надежность продукции собственной разработки. Ашан подтвердил свое открытие в Перми в марте, но это будет конец месяца, а не его середина, пишет новый компаньон. Как сообщили новому компаньону в пресс-службе сети супермаркетов Ашан, открытие гипермаркета на улице Спешилова, 114, состоится в марте. Ранее сотрудники компании неофициально говорили о середине марта. Также в пресс-службе Ашана заметили, что помимо оснащения гипермаркета необходимым оборудованием, месяц и более будет затрачено на его заполнение товарами. Как напоминает автор статьи Оксана Клиницкая, открытие магазина международной сети переносилось уже несколько раз. Первыми сроками была осень, затем декабрь 2014 года, после назывались январь и февраль 2015. Разговор о них мало кого из нас оставляет равнодушными. Похоже, поговорка о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, становится все более популярной. Правила денег нам, как всегда, в помощь. Партнер проекта «Торговый центр Мачта» на маршрутной 9. Выгодные решения для ремонта и обустройства дома. Хорошие цены. Широкий выбор. Только нужные покупки. Добрый день. Сайт «Тревел.ру» специально для журнала «Форбс» составил рейтинг городов России, наиболее выгодных для путешествия вдвоем, на выходные в день всех влюбленных 14 февраля. Бюджет рассчитывался так. Сутки проживания в недорогой гостинице, ужин на двоих в ресторане, посещение музея, выставки или романтическая экскурсия по городу. В списке 20 городов. Оказывается, дешевле всего провести выходные в Казани – 2430 рублей. Далее следует Арзамас Нижегородской области. На третьем месте – Кунгур. Две с половиной тысячи за проживание в отеле, ужин и экскурсии в ледяную пещеру. Востолько же обойдется в Викентово-Новокузнецке или Ялте. На 100 рублей дороже – Пятигорск. Выходные в Петербурге обойдутся в 3000 рублей. В Москве – почти в четыре. Самым дорогим городом в этой двадцатке оказался город Сызрань Саратовской области. Почти 4,5 тысячи рублей. Понятно, что этот рейтинг не учитывает затраты на дорогу, поэтому выбирать придется то, что доступнее и ближе. Ну вот Кунгур или Казань, к примеру. Это были правила денег. Как выяснили врачи, в первую очередь нашим детям не хватает железа, витамина D, йода, фтора, а также незаменимой жирной кислоты омега-3. И несмотря на то, что в России принята национальная программа по поддержке здорового питания, проблем со здоровьем у детей меньше не стало. И все, как всегда, в первую очередь зависит от нас, родителей. Уральская зима не радует нас обилием солнца. А отсутствие солнышка – это не только плохое настроение и депрессии, это еще и недостаток витамина D. О том, что такое арахит и о его профилактике, расскажем сегодня в рубрике. Возникновение арахита связано со многими факторами. Как правило, предпосылки для этого заболевания складываются еще до рождения ребенка. Важную роль играют образ жизни и диета будущей матери. После рождения арахиту в наибольшей степени подвержены недоношенные дети, а также малыши, находящиеся на искусственном вскармливании. Стоит обратить внимание на то, какой ребеночек рождается. То есть маловесные дети у нас угрожаемы в этом отношении. Дети, наоборот, и с избыточной массой тела тоже привлекают внимание в этом направлении. Далее, если мама отмечает, или доктор отмечает, что происходят большие прибавки в весе, это тоже неблагоприятный фактор, потому как при больших прибавках веса, естественно, требуется большая доза витамина D. На появление арахита у ребенка родители порой не обращают внимания или несерьезно относятся к советам врача. Это может привести к значительному искривлению позвоночника, ног, возникновению плоскостопия и вызвать нарушение правильного образования костей. Кроме этого, арахит влияет и на другие системы организма. Дети, которые переболевают арахитом, естественно, они более подвержены острым респираторным заболеваниям. У них чаще, чем у других детей, развиваются другие фоновые заболевания, как, например, анемия. Также у этих детей проявляется неврологическая симптоматика, которую, в свою очередь, если мы не получим профилактические дозы, и если не начальная стадия арахита мы не пролечим, то, естественно, они могут перейти в более глубокие состояния. Также затрагивается мышечная система. Если болезнь все-таки возникла, очень важно ее не запустить. Диагноз, помимо клинических симптомов, подтверждается специальными лабораторными исследованиями. Скажу еще пару слов о том, почему так важен строжайший врачебный контроль при лечении арахита у детей. Дело в том, что при неграмотном использовании всех вышеперечисленных мер может возникнуть передозировка витамина D, а она влечет за собой такие серьезные осложнения, как нарушение работы внутренних органов, особенно сердца, почек и печени. И все же залог успеха в профилактике и борьбе с рахитом – здоровый образ жизни, начинающийся с полноценного разнообразного питания и заканчивающейся физической активностью. В предупреждении этой болезни многое в ваших руках. Остается только постараться обеспечить ребенку все необходимое, чтобы избежать этого опасного заболевания. Что делать, если в магазине нет нужной книжки, а в библиотеке именно она выдана на руки? А бывает, просто нет времени на ее поиски. Смотрите нашу рубрику «Книжная полка». Может быть, вы решите почитать что-нибудь другое? У нас вариантов много. Здравствуйте! «На пути моем ночлежка!» Пароходчика Мешкова написала когда-то пермская поэтесса Марина Крашенинникова. Для тех, кто не посвящен, свидетельствую. Здесь имеется в виду Пермский госуниверситет, тот самый классический, столетие которого будет широко отмечаться в 2016 году. Мне посчастливилось учиться на его филологическом факультете, слушать лекции его профессоров и, в конце концов, представлять часть той писательской грибницы, которую уже не вырвешь из читательского сознания. А поводом к этому моему, может быть, чуть пафосному утверждению стал уникальный двухтомник прозы и поэзии, выпущенный здесь навстречу юбилея старейшего вуза. Итак, даже если вы не знаете латынь или греческий язык, думаю, без труда, увидев два этих тома и без привлечения переводчика, прочтете названия, которые здесь обозначены – проза и поэзия. Любопытно, в дипломах выпускников русского отделения филфака, по крайней мере, их до перестроечного образца, написано «преподаватель русского языка и литературы». Но кроме того, что филфак действительно воспитал блистательную плеяду преподавателей вузов и учителей школ, он исправно поставлял и, надеюсь, еще будет поставлять славных рекрутов отечественной литературы, то бишь писателей, прозаиков и поэтов. Тут что ни имя, то легенда. Я всего лишь перечислю некоторых. Владимир Раткевич и Лев Давыдовичев, Ирина Христолюбова и Алексей Домнин, Анатолий Королев и Леонид Юзефович, Нина Горланова и Вячеслав Букур, Владислав Дрожащих и Юрий Асланьян, Анатолий Субботин и Ксения Гашева. Да, собственно, вот он, тот самый фоторяд, украшающий это издание. Разумеется, оно, наполненное исповедями своих героев, не могло бы увидеть свет, если бы не составительские старания доцента факультета Нины Васильевой и организационные труды его декана Бориса Кондакова. Что касается уровня, собранной здесь прозой и поэзией, то, согласитесь, имена говорят сами за себя. Разве может Анатолий Королев написать о времени и о себе неинтересно? Напротив, это сделано им даже изысканно. Мало того, читатели подстерегают подлинные открытия. Где еще мы могли бы прочесть, что, оказывается, пермский прозаик Владимир Пирожников весь советский период был убежденным буржуазным интеллектуалом и, цитирую, «едва ли не в детстве решил, что будет бороться с коммунистами и их людоедской идеологией всю жизнь». Иногда человек проявляет себя так героически, что невольно высекает собственное имя золотыми буквами. Помните Пушкинское? «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Разумеется, после этого признательного восклицания миновало едва ли не два века. Заметили, живущие в 21-м столетии практически не употребляют слово «грезы», которое так любимо было во времена Пушкина, да и, пожалуй, на протяжении всего 19-го века. Мы давно уже перестали грезить, переродились в прагматиков и циников. Мы, если где-то на донышке своего сознания и помним что-то о грезах, то исключительно как об иллюзиях. До встречи! Здравствуйте, дорогие мои киномары! Думаю, те из вас, у кого есть дети, как и я, частенько задаются вопросом. На какой фильм или мультфильм с ними сходить в кино? Я лично стараюсь всегда узнать максимум информации о том, что будет смотреть со мной мой ребенок. Сегодня я постараюсь разобраться сам и помогу разобраться вам с фильмом «Губка Боб» в 3D. Недавно во время акустического сканирования дна океана ученые записали звук, доселе неведомый человеческому уху. Если кто не знает, «Панч Боб» – это такая желтая беда, проживающая на дне океана. Хватит бренчать на крошечном пианино! Прысти! Мультсериал об этом герое начал выходить в Америке с 1999 года и снискал там огромную популярность. Как, впрочем, и во всем мире. У этого мультсериала, кстати, справедливо стоит ограничение по возрасту 12+. Не мудрено. Ведь и юмор, и сюжеты в нем совсем не дерзкие. На волне успешности мультсериала в 2004 году вышел полнометражный мультик. И вот, как ни странно, у него ограничений по возрасту не было. Я так думаю, что это было сделано для того, чтобы охватить как можно большую зрительскую аудиторию. Содержание полнометражки не сильно отличается от сериала, и многие детишки с недоумением смотрят на экран, не понимая и половины происходящего. Я вам кое-что скажу! Что ж, теперь нам предлагают посмотреть на приключение Бубки в формате 3D. Сладкая вата! Если все съесть, энергии хватит на кругосветное путешествие! Когда же они переварят сахар? Кинотеатр предлагает ввести всех, кому уже исполнилось 6 и больше. Но первые же кадры трейлера говорят о том, что фильм, мягко говоря, совсем не детский. Новый 3D-кинофильм, вызывающий... Где ты была всю мою жизнь? Мне право неудобно! Знаете, может я и чересчур опекаю своих детей, но ходить в кино на сортирные шуточки и полуобнаженных девиц мне с детьми как-то немного стеснительно. Я считаю, что каждому возрасту все-таки должно быть свое кино. Сколько психоаналитиков нужно, чтобы поменять лампочку? Всего один. Но надо, чтобы лампочка сама захотела меняться. Как и во всякой шутке, в этой есть доля правды. Каждый мечтает хоть что-нибудь в себе изменить. Мол, время сейчас такое. Хочется стать менее раздражительным, мнительным, а более уверенным в себе, оптимистичным. Это непросто. Но у всех есть возможность стать самим собой. Только лучше. Конечно, пятница не понедельник, но почему бы не попробовать? Хорошего дня! Всем нам! Сегодня в Перми погода существенно не изменится. Температура воздуха днем около 0 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова